Мне они, скажем так, неприятны, эти татуировки, да, и я что-то читал косвенно как-то об этом в Библии, и опять же, вот, есть там какие-то места ветхозаветние, я, я, лично я сам не, не буду, для меня не будет это препятствием в общении с людьми, если у них есть татуировки. Наверное, к сожалению, все-таки, больше к сожалению, некоторые мои молодые друзья и не очень молодые, они сделали себе татушки, ну, к сожалению. И, наверное, для меня было бы проверкой, когда вот мои дети придут в возраст, если они сделают себе что-то, да, они сейчас у меня, то есть, входят только в подростковый возраст, вот, и уже я тоже начинаю реагировать на ту музыку, которую они слушают, реагирую на слова, которые срываются с их уст. Я думаю, что, как для отца, мне было бы, скорее всего, это неприятно, если бы дети подвергали свое тело такому вот, знаете, якобы, ну, истязанию, якобы, какой-то, ради какой-то красоты, да, вот, я думаю, так. Но, но для меня это не является каким-то большим препятствием для общения с этими людьми, все-таки сердце, оно где-то под татушкой находится, да, и Бог все-таки смотрит на сердце. Ведь, понимаете, как, человек это тайна, сердце человеческое, его душа это тайна, и я уже придя в возраст, я понимаю, что человек имеет право на тайну, и поэтому моя задача все-таки любить, потому что заповедь так говорит, и моя хочу познать науку любви, вот, и не просто любовь какую-то абстрактную, я верю в то, что любовь прописана в Евангелии. Как любить, что любить, она прописана. Это, конечно, не закон, это не доктрина, но все-таки есть некие контуры, да, как любить, где любить, то есть, и все. Вы понимаете, для меня примером являются добрые самарянины. В Библии что говорит? Человек пошел из Иерусалима в Иерихон. Вот и в Иерихоне делают татушки, потому что место проклятое. Понимаете, да, то есть, там делают эти мирские вещи, там делают эти все, да, в конце концов, в Библии говорят, проклятый Иерихон, да. Он пошел в Иерихон, он попался там разбойником, надел ошибок, лежит, и вот здесь появляемся мы. Вот лежит этот человек с татушкой он или с какой-то другой раной. Ведь татушка – это же рана где-то, если можно его так вот соотнести. И вот он лежит, и вот для нас экзамен. Что мы с этим будем делать? Как мы поступим? Как левит, который прошел мимо? Священник? Или как добрый самарянин? И поэтому, вот я все-таки склоняюсь к тому, что надо смотреть на душ человека и постараться служить его душе. А уж, я, знаете, и, честно говоря, я видел много очень добротушных, плодовитых христиан, которые все исколоты до безобразия, если честно. Но, правда, они это сделали по неведению, конечно. Они это сделали по неведению, и вот. Но, тем не менее, это не мешает сейчас им приносить плоды для Царства Божьего. Поэтому, для меня, я не сильно исследовал этот вопрос, и, конечно, в церкви я всех об этом, ну, не с кафедры, а лично стараюсь отговорить. Я несколько раз беседовал с молодыми людьми, и я отговаривал их от этого. Но все же хочу сказать, что для меня это не является большим препятствием. Я буду служить и общаться с этим человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова